МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневной выпуск информационной программы «Республика» в студии Татьяны Молокова. Погоду на улице уже можно назвать весенней, а это значит, что самое время включать городские фонтаны. Все работы по расконсервации оборудования уже выполнены. Официальному запуску предшествует тестовый в целях проверки исправности систем. Чтобы фонтан бесперебойно работал все лето, специалисты проводят тотальную ревизию. Этот настраивают так, чтобы струя воды поднималась на высоту 35 метров. Из 14 городских фонтанов сегодня заработает комплекс Чебоксарского залива, фонтану Дома правительства в Парке Победы и в сквере имени Чапаева. Завтра уже с 1 мая, согласно утверденного графика главой администрации, центральный фонтан будет работать с 1 мая по 1 октября. График следующий. В пятницу будут работать с 16 до 22 часов, выходные дни с 10 до 23 часов, а праздничные дни с 10 до 24 часов. А городские фонтаны, основные городские фонтаны, будут работать, начинают работать с 9 мая по 5 сентября. У них следующий график работы. В пятницу с 16 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 12 до 20 часов. Возможно, корректировка работы фонтанов по погодным условиям, также по заданию администрации города. Расширяя границы партнерства, глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Делегация республики побывала в Барнауле с рабочим визитом. В деловой программе, посещении предприятий и переговоры с будущими инвесторами. В Алтай работала и наша съемочная группа. Слово Дмитрию Ковалеву. Рабочий визит Чувашской делегации в Алтайский край оказался довольно плодотворным. В Барнауле гости ознакомились с работой местной больницы, музея аптечного дела и открытого после реконструкции концертного зала. Но главным официальным событием этого дня стала встреча руководителей двух регионов. Губернатор края, принимая гостей, отметил, что у Чуваши и Алтая много схожего. Оба региона делают ставку на развитие сельского хозяйства и туризма. К слову, здесь в Барнауле проживают более двух тысяч Чувашей. А на базе одного из музеев даже создан национальный культурный центр. И вот, что еще отметил губернатор на рабочей встрече. В целом, мы прекрасно знаем, что жители вашей республики – это очень трудолюбивые, любящие свою землю. Во многом ментальность похожа. Алтайский край аграрный, поэтому и в Чувашии, и в Алтайском крае любят землю, любят за ней, ухаживают на ней, работают. Все мы, конечно, интересованы больше продавать, но мы можем больше покупать, если нам предлагается современная продукция, отличающаяся высоким качеством, если это продукция инновационная. Только два года назад товарооборот между двумя регионами превысил 500 миллионов рублей. Сейчас в Чувашию из Алтая чаще всего завозятся мука, макароны и шины для автомобилей. Стороны уверены, что после этого рабочего визита будут подписаны и новые контракты. Мы сегодня уже имеем достаточно развитые взаимоотношения с Чувашской республикой и в экономической, и в гуманитарной сферах. Сегодня мы ввели речь о том, что нам нужно эти взаимодействия наращивать, находить новые точки сотрудничества. Речь идет о расширении кооперационных связей в промышленности, в сельском хозяйстве, в культуре, науке, образовании. Эта встреча должна придать новые импульсы дальнейшему партнерству регионов, уверены их руководители. В ближайшие годы планируется реализовать немало совместных планов. Чувашская республика намерена закупать в Алтае местные породы коров. А к Чебоксарской электротехнике уже присматриваются на Барнаульском заводе по выпуску трансформаторов. Сотрудничать субъекты хотят и в культурной сфере. Глава Чувашии пригласил алтайские коллективы принять участие в фестивале «Родники России». Поэтому вас лично приглашаю и вашу делегацию артистов, если разрешите это. Спасибо. После рабочей встречи Чувашская делегация приняла участие в акции «Лес Победы». Она прошла на мемориале славы в краевой столице. Сегодня здесь было высажено более 400 деревьев. К трудовому десанту, среди которых были ветераны и студенты, присоединились губернатор Алтая Александр Карлин, глава Чувашии Михаил Игнатьев. Предлагаю послушать его интервью. Это огромная честь и для меня, и для нашей делегации. То, что аллею здесь заложили, это будущее, единственная наша сила. И я предполагаю, что в дальнейшем молодые люди будут воспитываться в духе любви к родной земле, к родной отчизне. Но и мне остается добавить, что губернатору Алтайского края предложили приехать в Чувашию с ответным визитом. Андрей Ковалев и Андрей Шоклев, республика из города Барнаул. Малый бизнес, как индикатор состояния экономики. Как чувствуют себя предприниматели, работающие в сельских районах? Какие задачи перед собой ставят? Выяснял премьер-министр Чуваш Иван Моторин во время рабочей поездки в Красноармейский район. В деревне Яманаки строится новый коровник. Дойное стадо молочино-товарной фирмы «Красная Сормова» насчитывает свыше 700 голов. А к лету будет еще больше. Здесь умеют считать деньги и хорошо знают, что увеличение производства невозможно без инвестиций. Есть откормочная ферма в другой деревне. Но там все по старинке. Потолки низкие, вентиляции нет. Кормление по старинке лошадьми раздает. А здесь у нас полностью миксер, кормораздача, кормовой стол, полностью вентиляция. Все у нас по-новому. Технику и оборудование обновили полностью. Причем успели до подорожания. Так что работают в нормальном финансовом режиме. Достаточно уверенно чувствует себя и предприятие «Композит-21», который специализируется на выпуске пластмассовых изделий, канатов и веревок, а также переработке неметаллических отходов и лома. Несмотря на негативные экономические тенденции, «Композит-21» не чувствует снижения спроса на свою продукцию. Значит, вот этот багет выпускает Уфа, вот это выпускает Казань, а загубки, вернее, гарпун выпускает Рязань. И в итоге у них получается очень тяжелая. И еще не подходит. При монтаже очень нет. Вот запустим, буквально в этом году запустим. В этом случае получается полнокомплект. Один из промышленных лидеров не только муниципалитета, но и всей республики – завод строительной керамики. С момента его запуска прошло всего два года. Предприятие практически сразу вышло на проектную мощность и с тех пор исправно обеспечивает республиканскую казну налогами, а 125 человек – хорошо оплачиваемой работой. Во время поездки Иван Моторин осмотрел и социальные объекты. Новый мост через реку Шатьма и обелиск, павшим в Великой Отечественной войне. На последнем объекте завершается благоустройство. На днях начнется оформление территории. Цветочная рассада ждет своего часа в школьных теплицах. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. К 70-летию Великой Победы приурочили премьеру в Театре юного зрителя. «Молния на траве» – так с чувашского языка переводится название спектакля о сложной судьбе одинокого фронтовика. Герои рядом. Наверное, так можно кратко описать смысл спектакля «Молния на траве». В одной деревне живет одинокий, казалось бы, ничем не примечательный старик – дед Мирон. О его героическом прошлом односельчане узнают только тогда, когда в деревню приезжают брат и сестра. Их вместе с другими еврейскими детьми – дед Мирон, а тогда просто бравый юноша – в далеком 1941 году рискую жизнью вывел из оккупированного Киева и переправил в партизанский отряд. Автор пьесы, по которой поставили спектакль, отмечает, понял, что такое война и что для мира означает победа, только когда сам прошел афганскую войну. Написав вот это произведение, я хотел сказать одно, что эти люди с нами рядом. Порой они действительно не трясут своими медалями, орденами. Они обычные люди, они обычно с нами рядом вместе стоят, где-то в магазине, где-то в троллейбусе, в автобусе. Именно благодаря им мы сегодня живем, дышим. Это тот случай, когда спектакль не играют, а живут. Ведь практически у каждого из творческой группы на войне был дед, отец или празед. А их матери и бабушки ковали победу в тылу. Весь этот спектакль – это памятник. Памятник всем тем, которые добыли эту победу. А это, на самом деле, для нас святой праздник. Это не какой-то датный спектакль. Обычно раньше ставили вот такой-то дате, вот такой-то спектакль. Нет. Это настолько спектакль связан с сегодняшней жизнью. И вот это мы хотим предупредить, чтобы не было того, что сейчас происходит на Украине. Почему произведение называется «Молнии на траве» становится понятно в конце спектакля. Оказывается, молниями казались спасенному еврейскому мальчику пули, которые свистели во время боя над головой. Если первые выжигают траву, то вторые оставили ожоги в душе ребенка. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков. Республика. В Пензе на заседании Общественного совета ПФО под председательством Михаила Бабича были объявлены итоги окружного проекта «Победа». В номинации «Лучший школьный музей» Чебоксарская школа номер 57 заняла третье место. Всего в этой категории было подано 34 заявки. Призерам вручили сертификат на 50 тысяч рублей и памятный знак. При музее ВИЧО действует военно-патриотический клуб, и они очень активно участвуют в раскопках, в поднятии массовых захоронений наших солдат. В данный момент руководитель музея находится с группой школьников на раскопках, по-моему, то ли в Волгоградской, то ли в Смоленской области. Как раз именно то, что экспонаты этого музея пополняются за счет таких экспедиций, то есть когда руками школьников производятся раскопки тех боевых событий, где поднимаются исторические факты, и вот это как раз и подкупило конкурсную комиссию, что этот музей, по сути дела, создается руками самих школьников. И в этом музее представлены живые исторические факты Великой Отечественной войны. Современный флаг, герб и гимн в Чувашии знают все. Это 29 апреля в календаре нашей республики отмечен как День государственных символов. В честь этого дня администрация города Чебоксары и участники волонтерского движения провели уникальный флешмоб. Участвовала в нем и наша съемочная группа. Сочетание красного и желтого для жителей Чувашии, конечно же, ассоциируется с родиной. В Чебоксарах впервые был проведен флешмоб, участниками которого стали случайные прохожие. На площади республики волонтеры предлагали желающим в честь Дня Чувашских государственных символов запечатлеть наш флаг гуашью на руке или на лице. Каждый из нас, вообще житель Чувашской республики, должен, во-первых, знать о государственных символах, должен знать о этом празднике. Это действительно государственный праздник для Чувашской республики. И каждый житель должен знать, что означает, что в себе, так скажем, скрывает все символы, которые изображены на гербе, на флаге Чувашской республики. Пока принять участие решили в акции немногие. Возможно, причина тому ее новизна. Ведь подобный флешмоб проводится впервые. Но те, кто не побоялся и не постеснялся нанести один из символов республики на руку, все же были. Я решил принять участие в этой акции, потому что я живу в Чувашской республике. И я очень горд, что мне на руке сейчас нарисуют флаг Чувашской республики. Подобная акция в День государственных символов Чувашии обязательно повторится через год, пробуждая патриотизм к малой родине в сердцах как можно большего числа жителей. Екатерина Абрамова, Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Свои гербы и флаги теперь есть у комсомольского района Чувашии и 12 его сельских поселений. Свидетельство о регистрации вручили в День государственных символов Чувашии. Синее чистое небо, кайма из дубов, которыми славится Чувашия. Под ней, как под кровлей, зеленая плодородная земля. А в ней 12 зерен. Ровно по количеству сельских поселений им предстоит расти и процветать. Так отныне выглядят герб и флаг комсомольского района Чувашии. Это третий район республики, который получил свидетельство о регистрации своих символов. Сидние, желтые, зеленые цвета еще, между прочим, так скажу, как бы цвета тех национальностей, которые у нас преобладают в комсомольском районе. Зеленый цвет – это цвет мусульман, у нас татаров много. Желтый цвет – это, как вы сами знаете, цвет Чувашии, у нас 67% Чувашии. А зеленый – это синий цвет, это цвет как бы русских. У каждого сельского поселения свои поводы для гордости. Ни одно изображение на гербах и флагах населенных пунктов не случайно. Так на гербе новочелоны сербеевского сельского поселения красуется рыба. Мы гордимся своими прудами. У нас 8 прекрасных прудов на территории сельского поселения и прекрасное Семноши-Казанское озеро, которое занимает более 8 гектаров. Это как раз рыба, тружба всех национальностей, которые живут. И наших водоисточников. Идеи для флагов и гербов подавали сами жители. Так изобразить на флаге комсомольского района Дубы придумала пятиклассница. Однако осуществлял задумку профессионал. Депутаты, в общем-то, настаивали, чтобы был герб и флаг со снопом. Понимаете? Но эксперт Геральдического совета, Геральдий у нас в Санкт-Петербурге, как в былые времена, он, значит, сказал, что теперь каждому крестьянину давать фамилию снопов. То есть, вот, знаете, у нас по всей России матушки столько снопов, да, что уже, ну, некоторые наши коллеги плачут уже, да, думают, ну, как их это разукрасить, уже красок на это не хватает, чтобы это лечить. Но один муниципалитет от другого. Это поэтому, вот, значит, здесь мы нашли такой вариант через пшеническую зерну эту трасси отразить вот вместо колоса и снопа. Специалисты говорят, без герба и флага населенный пункт жить, конечно, может. Однако это визуализация и напоминание о том, чем могут гордиться его жители. Ольга Пырочкин, Андрей Спиридонов, Республика. Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов решил совершить пешие кругосветные путешествия за два года. В путь он отправился 1 апреля с дворцовой площади родного города. А на днях ходок пришел в столицу Чувашской республики. Обойти на своих двоих вокруг земного шара – золотая мечта мастера спорта по спортивной ходьбе. Своей целью путешественник поставил задачу прошагать свыше 32 тысяч километров по дорогам Европы, Азии, Австралии, Южной Америки и Африки. В общем, побывать в 25 странах мира. До сих пор это еще никому не удавалось сделать. И если все пройдет удачно, это достижение войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Свой поход пешком вокруг света Сергей Лукьянов посвятил 70-летию Великой Победы и блокаде Ленинграда. Это образ жизни мой. Оно и не будило, оно во мне было. Это продолжение моей спортивной карьеры, моей жизни. Каждый день Сергей Лукьянов преодолевает в среднем 50-60 километров. Идет налегке. У него с собой только большой походный рюкзак. Много еды путешественник не берет. Большой запас попросту не поместится. Пьет колу, питается батоном, твердым сыром и копченым мясом. Кстати, считают эту еду оптимальным вариантом. Ночу чаще всего в спальнике, это процентов 80. Ну а так бывает, помогают люди заинтересованные. И спортсмены, и не только спортсмены, а просто люди заинтересованные. Селят к себе просто люди с улицы, просто встречают, что давай к нам. Все бесплатно, все безвозмездно. Вернуться путешественник планируют весной 2017 года. Маршрут, впрочем, может быть изменен в случае возникновения очень заманчивых предложений. Например, посетить Японию или США. О проблемах, с которыми довелось столкнуться в пути, Сергей Лукьянов говорить не любит. Он считает себя самым обычным человеком, который пытается пропагандировать спорт. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Даешь союз промышленности из искусства, так решили чувашские машиностроители. И организовали на базе одного из своих предприятий Всероссийский фестиваль граффити. Раньше этот ничем не примечательный транспортный переход просто соединял цеха Чебоксарского завода Промтрактор, Промлит. Теперь здесь будут водить экскурсии. Именно здесь прошел финал Всероссийского конкурса граффити и стрит-арта Четро Промарт. Главными героями настенной живописи стали детище российского тракторостроения. Мы продолжаем тему социальных проектов. Несколько лет назад мы восстановили изображение Кандинского на Чебоксарском агрегатном заводе. Тот праздник, который у нас сегодня, он настолько для нас приятен и радостен, что мы хотели бы с ним поделиться со всеми чебоксарцами. Конкурс проходил в два этапа. В начале жюри оценило более полусотни присланных эскизов. Среди восьми финалистов, а это индивидуальные авторы и граффити-команды, оказались как состоявшиеся мастера, так и новички. Один из самых опытных участников приехал из Казани. Рисовал в Москве, в Питере, в Перми, в Ижевске, ну в таких городах. Это то, чем я занимаюсь с утра до вечера и так каждый день. Ну, мое любимое занятие и работа, и что-то приятное для себя. Каждому участнику финала выделен участок стены длиной в 12 метров. Чтобы создать на нем настоящее произведение современных искусств, требуется не меньше 150 баллончиков аэрозольной. Художники реализовывали свои идеи в течение пяти дней. 22-летний Дмитрий Чапай – единственный участник финала из Чувашии. Свою жизнь он не представляет без творчества. Роспись по телам и стенам и работа и хобби талантливого молодого художника. Подготовки хватало давно уже, не хватало такого конкурса просто нам. Сейчас такая большая возможность, приятная для всех ребят со всей России была организована. Я от лица всех ребят, которые приняли участие в первом этапе, хочу сказать большое спасибо. От лица ребят, которых сейчас рисуют на стенах, тоже огромное спасибо организаторам. Для своей конкурсной работы Дмитрий выбрал космическую тематику. Российская техника осваивает лунные просторы. Заоблачные перспективы впечатлили членов жюри не меньше, чем мастерство исполнения. В итоге чебоксарец занял почетное второе место. Главный же приз конкурса – сертификат на полмиллиона рублей. Достался художнику из Санкт-Петербурга. Эмоции с какими-то перемешиваются. Все смешалось с восторг и грусть какая-то. Есть даже грусть за других ребят. И даже есть доля как-то неудобства, потому что все работы были очень крутые. То есть я все равно рад. В своем интересном и продуманном произведении победитель изобразил эволюцию чебоксарского трактора. Также эволюционировать будет и проект «Четропром-арт». Летом в Чебоксарах пройдет открытый фестиваль граффити уже на малых формах. Принять участие в нем смогут все желающие. Екатерина Маркина, Олег Сазанов, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00 с Ольгой Пановой. Продолжение следует...